Приветствую всех теле и интернет зрителей в эфире программа в центре внимания и как обычно по средам говорим на актуальные темы городской жизни сегодня ее можно обозначить так мой дом моя крепость реалии таковы что содержать эту многоквартирную крепость очень непросто где-то нужно срочно менять сети где-то проводить капремонт как и кем решаются эти проблемы в нашем городе расскажет директор департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимир Плюснин Владимир Николаевич здравствуйте здравствуйте как известно в Архангельске до 70 процентов жилья приватизировано а в многоэтажных домах до 90 процентов квартиры находятся в собственности при этом жилищный кодекс вводит такое понятие как общедомовое имущество что входит его состав и кто несет за него ответственность понятие общедомового имущества в жилищном кодексе определяет статья номер 39 я кротко расскажу об основных позициях их четыре в этой статье значит первое определение оно должно быть у всех в понимании она достаточно простое это помещение предназначено для обслуживания более одного жилого помещения сюда относятся лечественные клетки шахтовые лифты личные площадки все имущество многоквартирном доме пункт 2 помещения которые предназначены для выполнения социально культурных требований до собственников жилого помещения сюда относятся колясочные помещения для актовые залы в некоторых домах такие есть помещение для занятия спортом третья позиция это крыши награждающие конструкции несущие конструкции данного дома механическое электричество сантехническое оборудование все что относится к сетям а также что немаловажно не нужно забывать это земельный участок на котором стоит данный дом в обязанность собственника входит содержание всего это общедомового имущества я сегодня коротко рассказал о том имуществе которое входит в общее понятие общедомовая собственность для того чтобы всегда возвращаться к этому понятию не забывать в яндекс можно в поисковой строке набрать статья 39 жека быстренько открывается и смотрите там все понятно но все подробно расписано конечно если кратко сформулировать то общедомовое имущество это ну грубо говоря все то что находится за порогом квартиры собственника совершенно верно в территории в территории дома для деревянных многоквартирных домов вот является общедомовым имуществом это отопительные печи это не имущество квартиры если дом двухэтажный печь обычно идет на две квартиры с первого до второго этажа это тоже общее имущество многоквартирном доме а кто же все-таки отвечает за его содержание то есть собственника управляющая компания то есть но в случае вот иду я и вижу что в подъезде но как-то совсем скажем так грязно с кого спросить спросить нужно посмотреть что спросить все виды ремонтов все обслуживание общедомового имущества разделяется на два вида это капитальный ремонт и текущий ремонт в основном проблемы у нас в основном возникают по текущему ремонту если мы видим обшарпанные подъезды выкрученные лампочки не закрывающиеся двери все это текущий ремонт мы за это с вами оплачиваем в статье содержание текущий ремонт управляющая компания ответственна за это выполнение мойка уборка влажная уборка в подъездах на подметание в подъездах это тоже статья содержания то есть все это отвечает управляющая компания если же мы переходим к более серьезным вещам которые называются капитальный ремонт крыши свайные основания панельные швы здесь решение принимают собственники собственники в лице муниципалитета и собственники квартир собирается общее собрание в повестку выносится вопрос который нужно рассмотреть капитальный ремонт крыши рассматриваем принимаем решение ремонтируем здесь есть небольшая оговорка потом она не уже сегодня небольшая есть областный закон по капитальному ремонту и поэтому здесь нужна отдельная тема для разговора как проводить капитальный ремонт я думаю что мы да 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 это вот у нас как раз идут следующий вопрос но все-таки здесь чтобы было понятно если стены в подъезде обшарпана уборка не производится я могу позвонить управляющую компанию потребовать выполнения данных работ а вот многие возмущаются скажем так может быть грязью в подъезде еще чем-то и тем не менее игнорируют например собрание да которые проводятся управляющими компаниями собственниками какие принципиальные вопросы там решаются и могут решаться насколько нужно если грязь в подъезде и мы не приходим на собрание и не даем оценку работе управляющей компании значит мы так хотим жить если мы не хотим жить в грязи мы должны прийти на собрание общее собрание собственников и определиться со своей позицией первая позиция требования по тому набору вопросов статье содержания почему не моем почему не убираем а как вы отчитались за те деньги собранные по статье содержания здесь совет дома может спросить с управляющей компании достаточно серьезно и это закон позволяет но вот наверное если хотим жить пришли мы определили позицию не хотим жить так как сложилось не ходим работаем на рабочих местах получаем зарплату и живем грязи ситуация достаточно банально но собственно наших же силах отказаться от управляющей компании если совершенно общее собрание собственников принимает решение об выборе управляющей компании о способе выбора управления многоквартирным домом все это прописано в жилищном кодексе все это решаемо и практика на сегодня у многих домов она сформировалась собственники не хотят они принимают решение законным это позволяет сменить управляющей компании ну в этой части все понятно теперь как раз можно перейти к более глобальному вопросу которого уже коснулись это капитальный ремонт работы капитального характера теперь должны выполняться по областной программе за счет средств регионального оператора капремонта сбор средств я так понимаю что программа уже работает то есть он идет сколько домов попала в программу на 2015 год в архангельске и сколько действительно нуждаются в работах капитального характера городе у нас более 6000 многоквартирных домов мы 13-14 год связи с областным законом город архангельс подготовил все необходимые мероприятия программа как областная так и городская сформирована запланировано отремонтировать в 2015 году 92 многоквартирных дома в основном этот деревянный жилой фонд а вообще программа имеет несколько этапов она до сорок седьмого года действует первый этап определяет сроки 2014 2018 и в этот срок по областной программе должны отремонтировать в городе 648 домов на сказать что программа вызывала в свое время уже немало дискуссий да некоторые дома еще тридцатых годов постройки будут отремонтированы только в сорок восьмом году уже 21 века все-таки программа я так понимаю что живой это организм да то есть она будет меняться корректироваться в зависимости от реально программа будет корректироваться это организм живой есть механизмы которые позволяют внести изменения связи с изменившимися обстоятельствами и вот мы начали с вами говорить о том что а собственники решают на самом деле высший орган нашей жизни я имею ввиду в том доме где мы живем это собрание собственников если дом необходимо и собственники на общем на общем собрании решили что необходимо провести капитальный ремонт раньше тех сроков которые указаны в программе и стоит дом также и в областном законе есть механизм который позволяет провести все это раньше намеченного срока и не дожидаться катастрофы вот как раз о катастрофических до ситуациях возможно есть ведь дома где капремонт не отложен и в том числе и мэрия участвует в софинансировании вот этих работ в каком объеме насколько активно наша задача конечно основная задача жить без катастроф и катаклизмов чтобы было комфортно и уютно вот в программе подготовки основные вопросы по тем проблемным домам они как раз вот заложены в девяносто двух домах конечно есть скрытые такие айсберги которые могут выплыть и они их знают жители больше или они их оценивают более так критично чем может быть мы мы не сходимся в одной оценке это нормально и опять же повторюсь то что я сказал раньше выход из этой ситуации тоже есть нужно собрать собрание собственников и принять решение механизмы есть кому необходимо консультации департамент городского хозяйства всегда их дает и по какому может быть и номеру телефона можно позвонить начать если у кого-то неотложная ситуация 711 это телефон алексеевича старости на начальник моего заместителя который работает в управлении как начальником управления жкх который согласно поступившему вопросу смысла перенаправить к специалисту или сам ответит также вопросы по вообще по городскому хозяйству можно задавать по телефону 606 702 это приемы департамента помощник директора департамента которые все аккумулируют все вопросы также все наши телефоны есть на сайте городского хозяйства которые размещены на сайте мэри города архангельска так что вот все известно ну то есть в любом случае можно звонить и на вопрос обязательно получим ответ и вот как раз около 100 обращений около 100 адресов в минувшие январские праздники поступило касающихся проблем с вводами водопровода и выпусками канализации да то есть возникали такие проблемы касающиеся внутридомовых сетей как с ликвидацией проблем справились управляющие компании и собственно в большинстве ведь деревянного фонда благодаря своевременной подготовки до холодам все-таки аварийных ситуаций допущено не было на самом деле цифра точного учета звонков которые поступили по телефону 20 43 12 это наша информационная служба 004 городская где мы фиксировали все звонки сводили в таблицу и доводили до высшего руководства зам мэра виктор николаев павленко был в курсе данную работу мы начали в новогодние праздники во первых связи с тем что мы долго все находятся дома отдыхают во вторых с аномальными низкими температурами каждый звонок был на контроле каждый звонок был занесен в таблицу соответственно был квалифицирован по сути звонка звонки у нас были следующие нет холодной воды нет горячей воды лопнула труба в подъезде холодно по старику ну вот все вопросы были скрупулезно распределены по назначению и в конце дня и в течение дня каждый вопрос был направлен главе округа в округах у нас было организовано дежурство и главы округов с управляющими компаниями отрабатывали эти адреса на сегодня могу сказать что у нас осталось семь округов и с 16 числа уже данные звонки не фиксируются в нашей службе значит есть жители телезрители которые скажут что а к нам никто не приходил и к нам наши наши звонки все игнорировали до сих пор холодно в квартире до сих пор вода не отморожена значит я могу сказать что мы фиксировали звонки повторюсь те которые приходили к нам в департамент городского хозяйства те звонки которые приходят в управляющую компанию отрабатывала сама управляющая компания мы на сегодня приняли решение для того чтобы ни один звонок не остался без внимания мы советуем я очень рекомендую жителям при проблемных ситуациях звонить в наш информационно-расчетный центр информационный центр и говорить о своей проблеме центр не решает проблем сиюминутно но проблема не остается без контроля завтра послезавтра придут и будут решать вот я знаю что как раз порой одной из проблем в связанные с водопроводом до из канализации становится банально например в холода морозы открытая дверь подъезде да то есть деревянный дом двухподъездный до двухэтажный но открытая дверь она может вполне так скажем сыграть свою губительную да не только открытая дверь на еще не утепленный вот как система отопления у нас на первых отображах где деревянных дома где есть центральное отопление всегда есть радиатор отопления на втором этаже естественно все может прихватить и поэтому управляющая компания должна повесить пружину а жильцы плотно закрывать дверь выходя из дома но вы сами тоже бдительный конечно не теряйте таких аномальных температурах бдительность и сохранение тепла это задача не только поставщика тепловой энергии ты еще и задача собственников сохранить это тепло ну вот еще один вопрос не менее болезненный это наверное вопрос касающийся уборки уборки в том числе и придомовых территорий проще говоря двора да то есть чтобы нормально эксплуатировать жилой дом эта территория просто необходимо и логично наверное когда ее убирают убирает та организация которая эксплуатирует сам дом почему все-таки возникают у нас проблемы с уборкой дворов что вы здесь основными являются повторюсь сложный вопрос вопрос сложность вопроса составлена заключается в понимании опять же собственников я одно и то же слово на протяжении нашего разговора повторил уже наверное раз 20 сегодня собственник решает как ему жить есть отличные примеры не придумала территория содержится сегодня закон позволяет это делать и мы с вами принимаем решение как нам жить в тех домах под которыми сформирован земельный участок по периметру города по периметру дома действует правило благоустройства и отделения города архангельска 30 метров от стены от проекции здания далее 30 метров выходы из подъездов и проезды у подъездов редко где располагается дам уже включается понятие дорога проезжая часть там убирают и городское хозяйство поэтому все проезды вдоль домов должна убирать управляющей компании решение такое должно быть приниматься на общих собраниях там где это принято там дворы обраны чистые там работают дворник за все это отвечает управляющая компания в большинстве случаев мы с вами платим статьи содержания текущего ремонта за дворника и он там должен быть управляющей компании нужно спрашивать и контролировать совету дома как убираются наши дворы в том числе и специальная техника также в наш двор может приехать то есть тут управляющие бывают дни когда норма осадков превышает 10 иногда и месячную норму и поэтому без трактора здесь не обойтись один дворник руками не уберет в большинстве случаев поэтому управляющие компании сегодня могут заказать и должны заказывать технику для расчистки дворов разово все остальное в руках дворника но опять же бывают ситуации когда например повешено объявление завтра в вашем дворе будет работа техника просьба убрать автомобиль из территории и ну человек десять из ста прочитавших обязательно проигнорируют автомобили оставят как быть в этой ситуации или тут уже бороться с этим бороться можно только с человеческим недопониманием до ситуации здесь должен в моем понимании моем опыте работать совет дома если люди встречаются и разговаривают с друг другом то таких ситуаций случаются единичные совет дома он же бывает не бывает он по жилищному кодексу должен быть сформирован избран утвержден есть неформальные советы домов где собственники сами принимают решение и ничего страшного если мы зайдем к соседу скажем петрович ты почему сегодня машину не убрал смотри как неудобно ходить детям и мамочкам с колясками через сугробы который оставил и оставил трактор проходя мимо твои автомашины он бы убрал все выходили нормально я думаю что вот такие уже отношения не исключат вероятность вот этого отношения к нам с вами тоже отношения не только к проезжей части отношения к вам с нами как к соседям как коллегам не коллегам людям которые живут вместе ну то есть управляющие компании специалисты городского хозяйства всегда помогут но активную жизненную позицию собственника никто не отменял совершенно верно я вот со всеми с кем встречаюсь стараюсь донести именно вот эту мысль спасибо большое владимир николаевич за интересную беседу я думаю что эта тема еще обязательно будет иметь продолжение еще очень много вопросов которые нам предстоит обсудить поэтому прощаюсь с вами до скорой встречи спасибо всегда приятно с вами общаться и рассказать о том как живет город спасибо взаимно напомню что гостем программы в центре внимания был директор департамента городского хозяйства владимир плюснин а я артемий заварзин прощаюсь с вами до встречи в эфире